Валенки-кеды, расклешенный каблук и туфли акулевого цвета представили на выставке Сипшус в экспоцентре Новосибирска. Дизайнеры и производители готовы экспериментировать, даже несмотря на трудности, которые сейчас переживает обувной рынок. Вот только потребители в конечном итоге все равно выбирают простое и черное. Сегодня обувь покупают в рассрочку. Два главных требования – практично и недорого. Моя коллега Мария Черешнева нашла на выставке и такую обувь. Как раз для сибирской весны. На обувной выставке Сипшус немноголюдно. Это связано с тем, что экспонаты показывают исключительно экспертам, но не продают. Хотя на первый взгляд может показаться, что выставка наоборот похожа на магазин, где на полках преимущественно черная обувь. Цветные сапоги, конечно, шьют. Нежно-розовые, бирюзовые – как раз для весны. Для витрины всегда обычно розничные магазины, всегда имеют какие-то цветные модели. Но они хуже продаются. Мы изучали покупательский спрос и по исследованиям нашей розничной сети самая большая доля по продажам занимает черная обувь. Но есть сегмент, в котором наоборот – чем экстравагантнее, тем лучше. Туфли – вот где производители и дизайнеры не боятся экспериментов. Например, этой весной предлагают вот такие яркие контрастные или расклешенные каблуки. А еще новые цвета. Вот это, на первый взгляд, обычный серый. Но на самом деле этот оттенок называется акулий. Если взять уже Москву, Санкт-Петербург. Вы знаете, я там недавно была. Мне было обидно за женщин. Это вся спортивная, удобная одежда. Женщина превратилась в такую там, которая очень много долго бегает и не может себе посудить, встать на каблуках. В Новосибирске нет. У нас вот всякие все-таки северные регионы стараются быть на каблучках. Наверное, именно страсть сибирячек к шпилькам заставила их забыть про, пожалуй, самую удобную зимнюю обувь – валенки. Наш комбинат огромный, 150 лет вот в этом году исполняется. Когда-то комбинат выпускал до миллиона пар в год. Естественно, сейчас уже объем производимой продукции упал до 300 тысяч пар, 400 тысяч пар. И вот самая интересная моделька последняя – это войлочные кеды. Да, кеды. Видите, вроде молодежь сейчас хочет выглядеть и стильно, и в легкой обуви, но при этом тепло. Мамы не будут переживать за своего ребенка, что он ушел в кедах, потому что они из шерсти. Российский обувной рынок вообще переживает непростые времена. Слишком высока конкуренция с Китаем. Они быстро реагируют на рынок изменения моды и тенденций, трендов различных. Китай более гибко, более быстро в этом отношении. Тенденция двух последних лет – покупка в рассрочку. Отребование к идеальной паре – низкая цена и чтобы обувь долго прослужила. Рыболовные сапоги – 1300 за пару. Недорого, может быть, не очень красиво, зато практично. К сожалению, это выставочный экземпляр. Сапог всего один. И размер немой великовата. Но в целом складывается впечатление, что для грядущей бурной весны вот это самая подходящая обувь. Мария Черешнева, Антон Мамаев. Новости здесь, Новосибирск.